Субтитры делал DimaTorzok 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 У вас потенциал как функция какого-то направления х он не одинаковый в разных точках в любом направлении это и да Это спонтанное нарушение транзакционной симметрии. Голстовновские абозоны соответствующие – это возбуждение безмассовое, которое называется фонотом. Это кванты звука. Поэтому на самом деле вы с этим встречались, просто не осознавали, что это и есть спонтанное нарушение соответствующей симметрии. Это просто два самых таких наглядных примера, которые легко себе представить. А их на самом деле, например, в физике твердого тела огромное количество разных видов симметрии и спонтанных нарушений, и в физике частиц тоже. Поэтому я еще раз говорю, не надо думать, что это какое-то исключительно редкое явление. Это очень распространенная вещь. Так, теперь хранимся к нашим делам. Я, наверное, про спонтанное нарушение больше отдельно говорить не буду, перед тем к следующему. Явление – это механизм Хиггса. В чем он заключается? Скажем только пару слов. Называется Хиггса – это фамилия. Как часто бывает в физике, не он первый это открыл, и не лучше мог. И статья, в которой он это написал на двух страницах, это все было изложено на самом примитивном уровне. До этого были работы раньше и на более лучшем уровне. Но у него такая удобная фамилия, что мы с вами механизм Хиггса, тогда как в других раньше и лучших работах, там было по три автора с неудобными фамилиями. Только по этой причине так и стали. И это не исключительный случай. Так бывает довольно часто. Ну хорошо. Значит, что такое механизм Хиггса? То есть рассмотрим, пусть у нас будет какая-то типа электродинамики скалярная. То есть есть одно заряженное скалярное поле и один фотон. Значит, Баганжан выглядит так. Это награженность фотона. Это кинетический член и взаимодействие нашего заряженного скаляра с фотоном. Мы уже это писали, только без фотона. А теперь ввели фотон. Потенциал, например, в стандартном виде. То есть у нас будет два варианта. Это число Феноль квадратное положительное число. По определению, пусть будет. Поэтому напишут отдельно так и отдельно так. Мы это смотрели, когда не было электромагнитного поля. Так. Гавариантная производная обычная. Это потенциал фотона. Так. Так. Так вот. Если я мысленно выброшу фотон, то мы смотрели, какой бы спектр возбуждения в теории, когда есть только одно самодействующее как-то в атаке или вот так споравленное заряженное поле. И мы видели, что в этом случае, когда потенциал имеет минимум нули, эта теория будет описывать одно комплексное массивное поле с массой, ну, порядка. Так. Лианда, Феноль квадрат, это будет квадрат массы с точностью там до двоек. Так. В этом случае. Если в этой теории добавить фотон и взаимодействие вот этого фотона с Фи, то спектр, ну, спектр Фи не изменится. Это будет тоже самое массивное комплексное поле. И будет один из массовых фотонов с двумя физическими поляризациями, с двумя физическими степенями. Это называется массивная скалярная метродинамика. И если у вас константа связи не маленькая, лянда маленькая, потеря возмущений, стандарты можно считать, какие там будут квантовые добавки, они будут маленькие, ничего, что не интересно. Теперь это слышится. Тут, когда потенциал вот такой, что у него минимум в точке Фи по моду и у равно числу Фи 0 положительным, то происходит спонтанное нарушение. У нас здесь калибровочное теперь. Без фотона это было глобальное У1, когда мы поворачивали на угол одинаково в любых точках Х. А теперь при наличии фотона это уже локальная калибровочная симметрия. Но нужно поворачивать в каждой точке независимо. Ну вот так, например. С любым углом бета, зависящим локально от точки. И при этом фотоны перекалибровываются. Нужно так, чтобы калориатная производная. Чтобы вот этот снег до января. Значит, если я беру бельню, действую на Фи. И Фи у меня перейдет вот сюда. То добавится производная от бета. Вот так, да? Если Фи заменить на У3, вот такой. Теперь я хочу, чтобы это осталось не на месте, а чтобы оно как целое приобрело фазу. Тогда нужно, чтобы А сдвинулось и съело эту добавку. И вот. Тогда ковыриатное происходное при березе калибровки. Ну, вернее так. Вот тут надо не Фи, а Фи-штрих. Вот это Фи-штрих. Это не производная, а просто новая Фи. Значит. 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 Перейдет. Вот вам что. Согласен? Значит, да не согласен. А что я? Тут где, по-моему, еще нет. Или не надо? А, да. Тут где не надо, поскольку я ездал сюда. Хорошо. Ну, если я сюда его не встану, тогда нужно вот так написать. Это переопределение буквы Б. Это дело вкуса. Так вот, ковыриатное производное. Она будет вот так себя вести. Она приобретает фазу, но в остальном не меняет свой вид. Ну, поэтому это произведение, по этим вариантам фаза здесь сократится. Видно? Это стандартная калибровочная вариантность в электродинапике. Ну, поэтому у нас это теперь локальная калибровочность. Хорошо. Но, вернемся к этому случаю. Когда фи, когда произошло спонтанное нарушение вот этой симметрии айлина. Фи вакууме по модулю равно фи ноль. А здесь можно оставить любую фазу. Ну, я начну с того, что пусть я выберу такой вакуум, в котором эта фаза равна нулю. Так что, вот это и есть выбор вакуума. Все вакуумы, отличающиеся перекалибровкой, физические эквиваленты. Выберем самый вот такой простой. Ну и теперь надо посмотреть, стандартным образом написать, что фи должно своего классического вакуумного значения плюс, ну а что мы там писали? Седьмой. Вакуум. Да, но это комплексное пользование. Значит, давайте я его лучше вот так напишу. За параметры зубы. Это модуль, это фаза. Тогда вакуум. Вакуум. А. А. Ро напишут. Как фи ноль. Вакуум. Си ноль. Си ноль. Это двухпунктуация модуля. Так? Значит, ровность вакуум будет равно фи ноль. Обращайте внимание. Поле Ро от Х градиентный вариант на само по себе. Когда мы делаем перекалибровки, меняется только фаза. Так? В. Поэтому Ро не меняется, а альфа сдвигается на Б. Ро не вариант, а альфа нет. Сигма это из квантовой структуации модуля. А альфа, так как мы выбрали вакуум, у нас вакуум выбираем нулю. Поэтому само альфа уже есть возбуждение над нулём, над вакуум. Хорошо. Мы это все делали. Только фотона не было. А сейчас он появился. Перепишем еще раз на филатуржан в терминах вот таких перемен. Значит, тогда я напишу явно напряжалась. Тут мы писали так, у нас было Демиро. Демиро это тоже самое, что Демиси. И еще будет шлем. Вот когда не было фотона, то вот этот шлем Демиро Си квадрат превратил вот так. Но теперь надо добавить фотон. Так. И получится больше. Так. И получится больше. Так. Ну а здесь будет вакуум. Вот это Фи сопряженное Фи, оно от альфа не зависит. Это мы обсуждали. Зависит только от моды. Теперь смотрите. Значит, как реализуется в этих переменах Демиро инвалидность. Когда мы сдвигаем Альфа. А, потенциал. Где? На происходном, то напряженность техменю января. Демиро. Вот это. Вот это. Вот это будет. Это видно? Будет Демиро. Тут будет добавиться Демиро бета. А тут будет то же самое, как и с Демиро инвалидностью. Демиро инвалидностью. Вот такая будет добавка на бета. Ну и это ну. Поэтому напряженность инвариант. Это и вариант. К альфа здесь добавится производная бета. Но. В смысле. Но альфа сдвигается на бету. Так. Только знаки. А. Не. Вот тут. Что-то со знаком. Бета должно сокращаться в кавриарной производной. Великая Ремброва. То есть еще раз. А. И Демиро, если будет действовать на альфа, даст минус Д альфа. Если минус я могу вынести, тогда только здесь останется минус между ним. Вот так. Ну вот. Альфа сдвигается на бету. И добавится Демиро бета. А здесь добавится тоже Демиро бета. Бета сокращается. Бета не физическая степень свободы. Это калибровочный произвол. И. Его можно зафиксировать один раз. Это называется выбор калибровки. И забыли. А они после этого нас выжили. Вот мы. Когда мы так зафиксировали. То это все равно, что мы взяли бета равно 0. Но я хочу подчеркнуть одно место. Что. Альфа физическая степень свободы. И хотя ее можно сдвигать на любую бета от х. Но. Это не значит, что вы ее можете калибровкой просто как степень свободы убрать. Число степеней свободы физических. Оно. Какое есть. Такое и есть. Поэтому. У фотона у нас две степени свободы. И у комплексного скалярного поля две степени свободы. Которые можно говорить как модули фаз. Поэтому. Всего тут четыре степени свободы в этой теории. А лишняя свобода перекалибровок. Это просто. Ну. Как это назвать. Ну. Как это назвать. Которое не физическое. Физические степени свободы четыре. Вопрос здесь в основе к тому как это все реализуется. И как это выглядит в итоге в спектре. Воспуждении. Так вот. Мы выбрали калибровку. Еще раз повторяю. Бета равная нулю. И забыли. Поскольку от нее начали зависеть. Теперь смотрим что у нас получилось. Что касается вот этого. И более. Сигма. То мы. То с ним. Что мы говорили в прошлый раз. То и будет. Это будет. Сигма. Будет нормальная массивная поля. Понятно? Фотон тут ни при чем. Потому что это вариант защиты свободы. А вот что будет сам что. Когда не было фотона. То здесь стояло просто д альфа квадрат. Ролл болтается вокруг. Фи ноль. И когда мы здесь. Оставим. От него. Фи ноль. Это будет. В квадрате. Константа. Это будет нормальный. Кередический член альфа. И альфа будет. Достановлен. Скипезмассовый газон. Но. Что происходит. При наличии. Взаимодействия. С Фотона. Я могу. Вот это все. Обозначить. Как новое поле. Ну давайте наоборот. Когда я напишу. Минус поставлю сюда. Для наглядности. А это будет плюс. Я напишу. Возвращение. 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 Если вот сюда. Подставить места. Что. А равно. В. Плюс. Единица. на ЕДА. То это выглядит. Как перекалибровка. Видно? На вид. И тогда приедет обратно в инвариант, потому что это равно динаме В, динаме В Вот так можно записать между гранушианами Ну и теперь смотрите Если этот квадрат разложим, оставим членский 0 квадрат То что это за член у нас появился для поля В в ограничении? Это масса поля В А дальше, следующие члены сигма В квадрат и сигма квадрат В квадрат Они описывают взаимодействие модуля сигма Ну вернее фруктуацию модуля сигма, это массивное поле С полем В Но поле В стало массивным Значит, вот он стал массивным Вот это называется мнение Хиггста А именно Что будет в спектре? Дальше идет обычная теория возвышения по малым константам связи и Е или Агда Значит, что здесь представляет спектр? У вас теперь имеется массивный фотон, описываемый полем П, у которого, как у всякого нормального массивного поля со спинами единицы, будет три поляризации У безмассового фотона две поляризации, две степени свободы А у массивного векторного поля со спинами единицы, три степени свободы У него есть состояние, например, с такой хилисити Знаете? Проекция спина на импульс С хилисити плюс один, с хилисити минус один и с хилисити ноль Ну или, если хотите, можете, то же самое, не обязательно проекция на импульс, проекция на любую ось Проекция спина единицы на какую-то ось Может быть, плюс один, минус один и с хилисити Три степени свободы А вместо комплексного поля ФИ, осталось одно нейтральное, вещественное поле СИГМА Это одна степени свободы Поэтому число степени свободы не изменилось И как было четыре, так и осталось Но они перераспределились по своим, так сказать, физическим свойствам Еще раз давайте сравним В этом случае, когда такой потенциал Это описывает то, что называется скалярная электродинамика Когда имеется безмассовый фонтон с двумя степенями свободы И имеется комплексное массивное скалярное поле Тоже с двумя степенями свободы У ФИ и ФИ запряженного одинаковая масса Поэтому вот такой спектр Четыре степени свободы Отписывает из них две безмассовый фонтон И две массивные скалярные поли В этом случае тоже четыре степени свободы Но от этих физических окруженных осталось только модуль Это одно вещественное степень свободы А вторая степень свободы приступилась к фотону И дала ему массу И стала массивной вместе с ним Эта продольная полиализация фотона Фотон стал массивным И у него появилась третья продольная полиализация Третья степень свободы Третья степень свободы Вот это называется Евгения Хикс Ну на этом Иллюстрация этого простого примера заканчивается Я только можно скажу пару слов Что это можно рассматривать Как модель сверхпроводимости Как это? Это самое Что такое сверхпроводимость? То есть В сверхпроводнике Принести температуру Электронный Газ, который там бегает по Куску Материала Электронный С противоположным И пульсом И с противоположным направленными спинами Образует Некоторое Связанное со стеной Называется Куперовская пара И У них спины антипараллельные И это получается Если на него смотреть Как в целом На эту пару Это получается Одно Беспиновое Скалярное поле Это два Но заряженные Это два Электронные Не электронные Базитроны Там нет Базитроны Два электрона С противоположными Спинами Образуют Связанное состояние Куперовскую пару С полным Спином Но С зарядом 2Е Понятно? Это заряженное Скалярное поле ФИ ФИ Запряженное Можно описать Эту Куперовскую пару Скалярным Комплексным Полем Комплексным Насколько Она заряжена Так вот Эти Куперовские Пары Эта пара Это Пара Здорового Размера То есть Далекие Электроны Скалярированные В Куперовскую пару И поэтому А плотность Этих пар намного Больше То есть Эти пары Сильно Перекрываются Понятное Пространство И Когда Они Сильно Перекрываются Им Выгодно Образовать Одно Когерентное Состояние В Котором Средняя Плотность Этих пар Не равна нулю То есть Вот то что тут написано Можно Переинтерпретировать Как Описание Сверхпроводимости Когда Поле Фи Описывает Куперовскую Пару Только Заряд У нее Будет Не Е А Два Е На этом месте Будет стоять Два заряда Электроны Это Заряд Поле Фи И Эта Куперовская пара Универсальное Самодействие С фотоном А Самодействие В нее такое Ну Это модель Самодействия Важно то что Самодействие Такое Что Оно образует Вакуумное Основное Средизнейшее Энергию Имеет Не нулевую плотность Этих пар Тогда В этой системе Происходит Спонтанное Нарушение Калибровочной Симметрии Образуется Вот это Феноль Называют Конденсатом Куперовских Пар И в этой системе Спектр Возбуждения Застык В том что Есть Возбуждение Когда Плотность Конденсата Слегка Фруктуирует Это Массивная Фотон Поли Сигма А Фазовая Степень Свободы Альфа Она Цепляется За фотон И вместе Они образуют Массивный Фотон Фотон Которую Можно Написать Поли Фотон Фотон Что такое Массивный Фотон Это Означает Что Пропагатор У него На больших Иксах Начинает Экспонсиально Убывать Это Понятно? Пропагатор Полиафи Какого-то С массой В Выпускном Представлении Это Единица На Фу Квадрат Минус Мю Квадрат Пропагатор Скалярно В Массивном поле Так? Если Взять Фурии Образ Это будет Пропагатор В На Большой Икс В Клинике Он ведет себя Как Е Степень Минус Мил Икс Ну Там есть Предэкспоненты Но Важнее Экспоненты А Если Масса равна Нулю То Этого Нет И Этот Интеграл Будет равен просто единицы на х квадрат Он спадает степенным образом Медленно На больших расстояниях А Если Он Массивный То Он Начинает с расстояния порядка Кантоновской длины волны Единицы на масс Он Начинает экспоненциально спадать То есть Когда у вас два источника Займодействует Обменом Вот этим квантом То Между ними Действует Потенциал Вот такого Юханского типа С характерным Областью Действия Вот такой То есть На расстояниях Меньше Этот потенциал Будет сильным А на расстояниях Больше Он начинает экспоненциально Выключаться Поэтому Обмен частицы С массой Мю Дает Заметное Взаимодействие Только На расстояниях Меньше Единицы на мю Кантоновской Ординатной частицы А если Мю Равно Нолю Потенциал Единицы на Х квадрат Он Дальнодействующий Я Позачал Имею ввиду Четырехмерных Можно То же самое На статическом Пределе В трехмерном Смысле Обычный Привычный Потенциал Трехмерный Он так Делается Надо Здесь П0 Положить Равную Нулю Тогда Время Тоже Выключить Понятно Это Четырехмерная В П0 Перетач Четвертыш 0 Вот У вас две частицы Змак действует Обменом Вот Этого Кванта с массой μ, а b это передача 4-х инкульсов. То есть, если я возьму статический предел, это когда передача энергии стремится к нулю, а есть только передача трехмерного инкульса. Ну, например, когда они очень тяжелые и рассеиваются при не очень больших энергиях, и так оно и будет. Поэтому, вот это предел юмилитический, когда у вас тяжелые частицы взаимодействуют с малой передачей энергии, но с нормальной передачей надо здесь положить по 0, равное 0. И проинтегрировать вот это и b. И вот это называется v от x. Ну, стоит, что если там делить на звать и вкупе какой-нибудь, не важно сейчас, да? вот этот интеграл, вот это будет уже не d, а это будет именно потенциал в статическом пределе. И он будет вот такой, на больших x. А если m равно нулю, то этот интеграл дает единицу на x по модулю, колонну. А если m не равно нулю, это называется мюканский потенциал. Он убывает на расстояниях e от больших единицы на n. Ну хорошо, вернемся к нашим. Так вот. А, да. Так вот. Если у вас протон стал массивным, и вы посмотрите, например, введите два тяжелых каких-то зарядок, там не знаю, не важно, протоны, антипротоны, любые не играют за руль. И посмотрим, какой потенциал в этой среде, описываемый конденсатом Куперовских пар, какой между ними будет действовать потенциал. Если у вас ситуация будет вот такая, как здесь, и никакого спонтанного нарушения нет, у вас будет безмассовый батон и массивный заряженный скаляр. И когда вы введете два источника на расстоянии r, обмен безмассовым батоном, между ними будет создавать кулоновский потенциал, дальнодействующий. Но если у вас вот такая ситуация, что у вас эти электроны спарились в Куперовские пары, Куперовские пары образовали гогерентный конденсат, фатон стал массивным, и теперь взаимодействие на больших расстояниях при этих двух внешних зарядах будет не у Капского вид, короткодействующий. Это же явление по-другому выглядит так. Если мы кусок этого сверхпроводника поместим в постоянное внешнее магнитное поле, вот есть кусок, а снаружи магнитное поле постоянное, то снаружи это там, где нет этого сверхпроводника, там фотон без массы в этой области, нормально. Но когда магнитное поле начинает заходить сверхпроводник, то там внутри фотон массивный, и поэтому оно далеко не зайдет, оно будет вот так засухать. Это называется эффект Мейстера, что магнитное поле не проникает в сверхпроводник на расстоянии больше, чем обратная масса фотона в минуту. Или по-другому это же проявляется. Если вы имели подогретый материал какой-то, который принесли температуру, становится сверхпроводящее, и поместили его в магнитное поле, то магнитное поле в нормальный металл проникает свободно. Но когда вы это все начинаете охлаждать, и он переходит в сверхпроводящее состояние, то магнитное поле не может там находиться, оно не проникает в сверхпроводник. Оно проникает только в наружный слой, вот сюда, толщиной единица на нем. Поэтому если у вас при большой температуре было нормальное состояние вашего куска, и там было магнитное поле, а теперь вы охлотили, и он перешел в сверхпроводящую сцену, и магнитное поле выталкивается. И оно будет только в тонком вот этом слое. То есть магнитное внешнее поле, начиная с этого места, начинает вот так экспансиально затухать, и далеко не проникает. А если оно там было, и это перешло в сверхпроводящее состояние, прохлажение, то оно выталкивается. Я просто этот пример привожу, чтобы показать, что то, что мы тут пишем, оно не абстрактная какая-то вещь, оно может быть связано с совершенно конкретными. А можно еще раз повторить? Оттуда видно, что у нас это есть. Вот отсюда. Если вы из этого ρ квадрата оставите только φ0, то увидите, что появился член φ0 квадрат b квадрат. Так вот это и есть масса. Член квадратичный по коре, коэффициент при нем есть квадрат его масса. Ну вернее пополам. Но я еще пополам еще не ослеживаю. Вот это квадрат масса. Ну вот и все. Отсюда и появилось. А если бы ρо наше болталось вокруг нуля, то есть если в основном состоянии здесь был бы 0, а не x0, тогда это было бы не масса, а взаимодействие. Потому что вот этого бы не было, а было бы σ2b квадратно. Но σ болтается вокруг нуля, это не константа. Тогда это не масса, это взаимодействие. Понятно? В чем принципиальная разница? А когда это превращается в константу, это становится масса. Так. Теперь это надо обращать на неабележский случай. Я, наверное, сразу возьму тот случай, который нам нужен. А я не знаю. Это поле фи, это будет наше хиксовое поле. То есть это комплексное из-за дублей. То есть это четыре степени свободы. Так. Что у нас? Может, перерывите? По сути, вот это благорожа вот с таким потенциалом, но только в статическом или людейском пределе, трехмерном случае. Ну, написано, это доказывается теория Гейнсбурга и Вандау. Они были нацелены на описание сверхпроводимости. И поэтому... А... Ментальный, электронный, нералитийский. Там энергия взаимодействия порядка электронвольтов. Поэтому там все сильно деморативистское. И можно все обвести к статическому пределу. Тогда это все становится трехмерным, а производный по времени маленький. А... Это, так называемое, явление Хиггса, это просто обобщение на четырехмере, на уровне Смарян-Эльформа. Оно в каком-то смысле тривяре. Ну, хорошо. Я это все стираю. И перейдем теперь к нашему примеру, который реально нам нужен для слабого взаимодействия. Смарян-Эльформа листья, когда наша скалярная Хиггсовая пуля, это комплексные задумления. А симметрия, о которой идет речь, это Су-2 на Му-1. Су-2 это слабо из-за спин, а У-1 слабо гиперзает. Колорная Хиггсовая пуля. Колорная Хиггсовая пуля. Хиггсовая пуля. Это выглядели из четырехмерной виде в атаку. Пойдули на дозанури. Фуриевый образ это будет единица на Хиггсовая пуля. Это кулоновский пуля. Су-2. 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 Ладно, сутру все. Это просто будет сейчас заниматься не адресским обобщением этого примера. Су-2. Значит еще раз. За счет телевых галстовов в этом примере, который я как всегда стер. У нас была симметрия У-1. У нее один генератор. Это адресская группа. Это просто вращение по количеству. И она спонтанно нарушилась. Один генератор спонтанно нарушился. Возник один галстовновский бозон. Это было альфа-ты. Но при наличии фотона они с ними расцепляются и он становится третьей эдольной поляризацией фотона и вместе с предыдущими двумя поляризациями образуют массивные электронные буты. Галстон пропал. Вот что главное. Понимаете? Не было фотона, был спектр безмассовый галстон альфа-тыкс. Но при наличии фотона и был а а без спонтанного нарушения симметрии был безмассовый фотон. А если нам не нужно безмассовых частиц то произошло, что и безмассового фотона не стало и галстовновского безмассового бозона не стало а некая не весьма скеректорный массивный фотон. Вот это то, что надо, чтобы нам избавиться от безмассовых частиц. Поэтому еще раз пишем нашего граждан Это три дублевого бозона Б за спину слабо Это поле Б гидрозарядное Наше Так, теперь у нас будет СУ2 на УА1 Это из-за спин, это гидрозаряд Это стандартные гидрозарядные члены И самодействие векторных полей Дальше у нас были члены типа Это взаимодействие кварков или лептонов С векторными полями И дальше у нас есть ХИКС Теперь этот ХИКС есть комплексный за дублевым И гидрозаряд у нас есть Ну и там еще есть Тут есть ВЭЦФИ Лучше так И еще есть Я пока что Его не буду явно написать Как его назвать? ЮКАВ Это взаимодействие ХИКС с Термионой Мы его писали Сейчас он мне пока не нужен Я его не расписываю Это мне сейчас тоже пока не нужно То, что мы сейчас будем заниматься Это вот этот кусок И вот этот Это обобщение Не Аберевское Того, что тут только что Рассказывалось Для Аберевского Случа и Украина Значит, еще раз Поле ФИ Это Ну, как ты их обозначишь? Можно вот так выбрать Параметризацию Плюс от Х И 0 от Х Единственное Антифеном Но Еще раз напоминаю Как запараметризация То есть Как выбрать переменные Вы сегодня должны вспомнить Что Теория может быть сформулирована В виде Феймановского Функционального Интеграла По полям И поэтому Наши поля ФИ И все остальные Это переменные Интегрирования И в зависимости от ситуации Вы можете делать Замены переменных От этого Ответ не зависит Какие удобно В конкретном Каждом случае Выбирать переменные Такие можно и выбрать Это дело Удобно Так Так вот Потенциал наш Он стандартно Увидит Так что происходит Спонтанное Нарушение Надо выбрать Вакуум Их тут Поскольку Симметрия непрерывная Их тут бесконечно много Мы выберем Ну выберем Сейчас Я сейчас Напишу это Вот это Самый простейший Вакуум Который Который Очевидно Дает Минимум Потенциал Но Конечно Это неоднозначно Поскольку У нас Имелся Возможность Перекалибровывать Все Все Можно Например Например Повернуть Поясо 2 Значит Фи 0 Это я неправильно Написал Надо писать Какие-то дубли То есть Это будет 0 1 Вот так Надо писать Вот это Выбор Вакуум Что Вакуум Сим плюс Равен 0 Фи 0 Равен Числов Фи 0 Но Можно Повернуться То есть Сделать Перекалибровки И Написать У Пока Не буду Известно Написать Еще Вот это Аналог Нашего То что Было Сейчас Поводить Это Ангельская Группа Гиберзарядная Это Ее Фаза Бета Перекалибровка По полю Б Вот это Это Гиберзарядная Это Поля Б Взаимодействие С любой Действием Меньше Киперзаряд У С Коэффициентом Ж-штрих На И А это Перекалибровка Б За спину По Группе Су-2 Это Матрица 2х2 Можем Параметризарядная Вот это три генератора, это матрица Павлия пополам, а это три угла поворота. Но только их можно выбирать теперь локально, поскольку у нас калибровочность есть. Это вот унитабная матрица С2. Вот эти бета и эти альфа, это калибровочные степени свободы, они не физические, сами красивые. И их можно убрать, фиксируя калибровку. Вы, например, взяли альфа, все три штуки бета равными нулю. И тогда это все равно единицы и вот это у нас калибровку. Ну хорошо. Допустим, так и выберем. Так? Теперь надо расписать вот это, взаимодействие фикса с этими векторными полями. Но прежде чем это делать, давайте посмотрим. У нас была симметрия с четырьмя генераторами. Один здесь и три два, и три здесь. Сколько из них спонтанно нарушилось? Все четыре или какие-то, ну или меньше. То есть, может быть, есть какая-то остаточная симметрия. Когда я возьму в предыдущем примере один генератор по кругу У-1, он нарушился и еще не осталось. Здесь ситуация не такая. Поэтому, вопрос является следующий. Вот, допустим, я вот это взялся за единицу. Выбрал калибровки, когда это все равно единицу. И вот это выбор вакуум. Ты спрашиваешь, если я начну делать преобразование вот такого вида из группы У-1 и из группы СУ-2, то есть тут какие-то специальные повороты, которые оставят вакуум инвариальный. Тогда это будет остаточная симметрия. А остальные повороты, по которым он не инвариальный. Да, только вот, что надо иметь в виду. Тут с теми идет путаница, которая была уже в У-1. Но есть калибровочная фаза, например, бета. А у Коля Фит с его четырьмя степенями свободы. Я могу тоже его запараметризовать в виде модуля. И остальное три взять за фазы. Это выбор переменный. Как описывать поле Фит с его четырьмя степенями свободы? Вот когда у нас было одно заряженное поле Фит, то мы могли его описывать, например, вот так. Это два вещественных поля. А могли его описывать вот так. Через модуль и фазу. Это дело вкуса. Так? То же самое здесь. Я могу описывать... Вот это два комплексных поля. Ну и каждое можете написать как Фи-1 плюс Фи-2 и Фи-3 плюс Фи-4. А можете эти четыре степени свободы запараметризовать как модуль и три каких-то фазы независимых. Но эти фазы будут описывать физические степени свободы. Их надо отличать от калибровочных фаз, которые на вид выглядят так же. Это место такое, деликатное. Поэтому я буду смотреть, как меняется, остается или не остается варианты вакуум по моим перекалибровкам. Но, пожалуй, лучше всего так же видно. Тот факт, что мы можем делать калибровочные преобразования, то есть все наши параметры поворота локальные. Это функция Х. Вот эта вещь, она избыточная симметрия. И вот про это лучше забыть. В том смысле, если выбрали калибровку и забыли. Но остаются глобальные повороты. Даже когда вы зафиксировали локально. Например, выбрали калибровку, что альфа, например, не зависит от Х, но глобальная симметрия у вас остается, когда вы делаете повороты с константными углами. Вот это более-менее физическая симметрия. И вот лучше калибровочные степени свободы в смысле функции Х зафиксировали и забыли. А будем обсуждать симметрию на языке глобальной симметрии. Это действительно физическая симметрия. Поэтому пусть они у нас будут константные. От Х не зависит. Ну давайте смотреть. Значит, допустим, вот это единичная матрица. А я сделаю чистый поворот по У1. И тогда у меня этот вакуум умножится на вот эту фазу. И это, ну, видно, что он не остается на месте. Он этот вариант как нарушен. Он не вариантен по У1. Видно? Теперь отдельно рассмотрим вот эти вот СУ2 повороты. Но по специальным кусочкам. Ну, например, если я возьму здесь, скажем, какую-то альфу. А здесь поставлю Тау-1 по полу. Тау-1 по полу. Тау-1 по полу. А здесь есть вот такая матрица. Ну, я не знаю, на глаз видно или нет, что если я вот этой матрице подействую на вот такой спинор, то он не останется на месте. А тут появляется какое-то число А, то число Б. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, хорошо. насколько я понял, вот такая матрица а тут единичная уже, понимаете, матрица 2 на 2 а это матрица Тау-1 ну теперь это можно сложить Тау-1 это вот что, а единичная это единичная ну теперь если сложить, тут будет косинус тут будет косинус тут будет вот пополам тут не будет пополам всего косинуса значит тут будет хи-синус и тут будет хи-синус это будет вот такая матрица вот эта матрица если ее разложить в ряд его то будут четные степени Тау-1 и нечетные но Тау-1 в квадрате это единичная матрица поэтому все четные степени это будет единичная матрица и коэффициенты соберутся для двух косинус а сине-четные степени одна степень Тау-1 выносится остается четная степень это тоже единичная матрица но они собираются уже теперь си-синусом а си-синусом но видно что если этой матрицей потеет что-то на вот такой спинор 0-1 то получится так строка на столбец косинус нет точно и си-синусом а тут косин да? но видно что он не остался на месте он изменился поэтому по поворотам вокруг Тау-1 и вариантность нарушилась спонтанент то же самое для Тау-2 Тау-2 это такая матрица а вместо Тау-1 и Тау-2 обычно лучше использовать Тау-плюс и Тау-минус то есть Тау-1 плюс-минус и Тау-2 если это умножить на и то здесь будет 1 а здесь будет минус 1 ну и теперь вот эти комбинации когда я сложу или отниму эту с этим то или будет здесь нолик а здесь двойка рисунок или наоборот здесь нолик а здесь двойка они более простые короче короче и повороты вокруг первой оси Тау-1 и вокруг второго оси Тау-2 не оставляют эти два генератора нарушены а вот если взять повороты вокруг третьей оси то здесь будет то же самое только здесь будет с Тау-3 теперь матрица так если это собрать то матрица поворота вокруг третьей оси выглядит как согласен? вот косинус плюс и синус матрица диакональна поэтому на самом деле Тау-3 можно поставить прямо сюда ну это сюда можно поставить ну короче вот эта матрица если поставить явный вид Тау-3 то поверхняя вот здесь будет косинус плюс и синус они сворачиваются в экспоненте а по нижней компоненте за счет этого минуса будет косинус минус и синус простая диагональная матрица но если ее подействовать на наш выбранный вакуум то он все равно не будет тут будет тут будет ноль а здесь будет чего-то вся остается остается ноль а здесь будет экспоненция е в степени минус и альфа по полам на единицу вот такой он станет да? ну умножьте вот эту матрицу на этот спинок повышаться больше согласны? но видно что он не вариант то есть это повороты вокруг третьей оси тоже нарушен но я могу что сделать? я могу крутить одновременно вокруг третьей оси на угол на единицу и вокруг и по у на угол бета так? теперь у у нашего поля в конце единицы равен почему он там у него равен? гиперзаряд у хи в поле ну вот тут напишу заряд ноль проекция из-за спины минус одна вторая плюс у пополам да у у него реально единица поэтому у него повороты по у выглядят вот так просто бета и все и повернем еще на угол альфа вокруг третьей оси вот эта матрица это просто фаза как число если не единица умножить на единицу а эта матрица она вот такая так я тут сотру это уже теперь не нужно поэтому как выглядит матрица латеря ну просто нужно эту матрицу умножить на эту общую ноль и если могу больше поэтому это будет вот так Теперь видно, что если углы специально выбрать такими, чтобы эти равновесы пополам, то тогда остаётся на месте. Вот это остаточные варианты на самом деле есть. Ещё раз. У нас четыре генератора. Один по гидрзаряду и три штуки МС-2. Мы по очереди покрутили вокруг каждой из четырёх и видим, что наш вакуум нарушился и четыре генератора. Но одна комбинация, а именно повороты по Y плюс повороты вокруг третья СС-2 при специальных подборах углов оставлялась на месте. Поэтому не все четыре нарушились, а некоторая комбинация осталась. А именно повороты вокруг ДАО-1 и там два нарушились. А из поворота вокруг третьей оси и Y можно устроить такую комбинацию, которая оставляет вакуумные варианты. А вторая комбинация, ну типа когда-то плюс, она нарушилась. На языке математики это выглядит так. Что из четырёх генераторов три нарушились с бандана, но один остался. Только этот один, это штрих означает, что этот один, это не этот Y генератор, а это какая-то комбинация из тех, что были. И какая комбинация, вот отсюда видно. Это повороты вокруг Y и вокруг третьей оси поезда скинули. Ну вот так приравниваем углами, чтобы в это у него досталось попало. Отсюда по тереме Голстона можно сразу предсказать, что будет, если я раскрою вот это выражение. Ну выбросить пока векторное поле, а просто вот этот штрих. Сам-то себе без векторных полей. Раскрою подходящие переменные. Подходящие переменные, ну это, например, можно выбрать как модуль Фи и трифазы. Так что у нас было четыре степени свободы. Так вот, по тереме Голстона, сколько у нас три генератора нарушилось, то у нас появятся три безмассовые Голстоновские базовые. А четвертый генератор у нас не нарушился, четвертого Голстона не будет. Эти три Голстона, это будут три фазы поля Фи, если мы его заправим срезом как модуль, и три фазы. Его степени свободы, сей четыре. Так вот, и вот у нас все три фазы, это будут, можно это вот так сюда подставить. И это будет выражение типа дебю ро в квадрате, это квадрат модуля, а тут будет выражение какое-то, ну условно говоря, д альфа один квадрат плюс д альфа два квадрат плюс д альфа три квадрат. Вот это три фазы, как подходящие выходы, и они будут описывать три безмассовые Голстоновские базовые. Потенциал зависит только от тропы, напоминаю. В него фазы не входят. Поэтому, если бы не было взаимодействия Фи с Хлеоном, с этими, с полем В, и с полем, и с тремя полями W, которые сидят в этих калориентах производства, то можно иметь нормальный массивный модуль, и три безмассовые Голстоновские базоны, это были бы филтуации фаз трех штук. Но, при наличии взаимодействия с этими векторными полями, за счет вот только что обсуждаемого явления Х, эти векторные поля поглотят эти три Голстона и станут тремя массивными векторными полями. Но у нас векторных полей четыре, а Голстонов три. Поэтому одно векторное поле останется безмассовым, у него нет Голстона, ему не хватило. Вот то поле, которое останется безмассовым, это будет наш потон уже физический. Это не будет поле Y. Ясно вот что, что тот Голстон, который остался ненарушен, когда в это равно альфа попало, это комбинация из Y и дубль на три вращении вокруг третьей оси. Третья фаза. Поэтому фотон будет выглядеть, как комбинация из поля Y и третьего поля W3, W2. А вторая комбинация из этих же полей с противоположным знаком, это станет массивным векторным полем нейтральным. И это будет взять ноль позор. А остальные два, которые ТАУ один и ТАУ два по оборотам. И я буду через них делать ТАУ плюс и ТАУ минус. Они станут массивными, это будет W плюс пазон массивный, W минус пазон массивный. Вот что, по идее, должно произойти. Теперь мы это все попробуем в детальных расписать. Ну, сейчас поспишем, но теперь смотрите, что получилось. Допустим, так и будет. Из общих соображений так должно быть. Что было плохо? Нам нужно для описания эксперимента, чтобы был всего один безмассовый фотон, а чтобы остальные три поля, то были в плюс, минус и Z0, были дожелыми. Так вот здесь как раз так и получится. Без ХИКСА, когда вот этого не было. У нас все калибровочные поля автоматически без массивных. Все четыре. Ну и очень плохо. А теперь, когда мы ввели комплексный дуплет ХИКСА, с четырьмя снижениями свободы, и выбрали ему отказающий, потому что, чтобы произошло спонтанное нарушение симметрии, то есть из четырех симметрий, из четырех генераторов, которые тут были, три спонтанно нарушились, одна не нарушилась. Но только не так наивно, что вот эта не нарушилась. А не нарушилась некоторая комбинация из этой, и ее повороты вокруг третьей оси из СУ-2. Поэтому появилось три галстолныских бозона, их съели три векторных бозона и стали три из них массивными, а один остался без массы. Это как раз то, что надо. Видно? Ну вот теперь мы на этом гитаре будем все расписать. Так. А, уже все, да? Ну хорошо. НАПРЯЖЕННОВ Бяне passagesи.